Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня о главном. Северский мирный договор как правовая основа территориальных претензий Западной Армении к Турции. Проделана большая работа по мониторингу и сохранению культурного наследия оккупированных территорий Арцаха, министр образования и науки. Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов. Делегация Меджлиса Ирана посетила мемориал Цицернакаберт. Генофонд Армении имеет непрерывную генетическую историю более 6 тысяч лет. Научное доказательство. Признание геноцида поможет больше туркам, чем армянам, оккупян. Территория в обмен на победу на детском Евровидении Гегам Назарян. В этой статье проводится анализ того, есть ли исторические правовые основания для того, чтобы Западная Армения стала членом Организации Объединенных Наций с соответствием с Северским мирным договором. По этой причине автор исследует исторические обстоятельства, при которых Северский договор является с одной стороны мирным договором, подписанным союзными державами и Османской империей, а с другой стороны в конечном итоге подписанным ими, но так и нереализованным. По той же причине в статье, относящейся к Северскому договору, приводятся аргументы относительно юридических обстоятельств сторон многостороннего договора, которые были подписаны высокими договаривающимися сторонами, но не вступили в силу в соответствии с его положениями. Статья полностью доступна на нашем сайте. В этом году проделана большая работа по мониторингу и сохранению культурного наследия оккупированных территории Арцаха. Как сообщает корреспондент Арцах Пресс, в ходе сегодняшней пресс-конференции, касающейся вопросов, связанных со сферой культуры, об этом заявила министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Люсинек Араханян. Посредством различных программ, реализуемых в области культуры, были оказаны поддержка художественным школам Мартуничи, Артар, Аскеран, Астхашен, Мартакерт. Также мы организовали курсы повышения квалификации для учителей художественных школ в рамках программы «Сотрудничество с Арменией за рубежом». Нам удалось сохранить Шушинский государственный театр имени Макартыча Хандамиряна, который на данный момент, хоть и мобильный, но продолжает полноценно выполнять свою работу. Мы проделали работы и в рамках развития музейного дела. Как сообщает Армен Пресс, лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершающих преступления в России, и призвал МИД России принять дипломатические меры против этой страны. Он также обратился к президенту Турции Раджепу Эрдогану с требованием вынести решение. Либо вы получите статус государства, поддерживающее террористов, либо вы выступаете за ясные и честные отношения с Российской Федерацией, за спиной не меняя убеждений. Он также призвал МИД России принять дипломатические меры предосторожности в отношении турецких властей, сообщает РИА Новости. Члены Медлиса Исламской Республики Иран в сопровождении руководителей группы «Дружбы Армении и Иран» Национального собрания Республики Армения Георга Попояна посетили мемориал Титернакаберт. Иранские депутаты возложили цветы к вечному огню и молча почтили память жертв геноцида армян. Махмуд Ахмади Белаш, член Комитета по национальной безопасности и международным отношениям Медлиса, сказал, «Конечно, у меня была информация о геноциде, прошлого века, но этот визит увеличил мою информацию. Меня особенно огорчил тот факт, что человечество может быть настолько глупым и животным, что не только ведет себя подобным образом, но еще и хуже, не принимает того, что делает». Гости также посетили музей Институт геноцида армян, ознакомились с документами, отражающими первую катастрофу 20 века, осмотрели экспонаты, сделали отметку в записной книжке почетные гости. Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения провел сравнительный анализ геномов современных образцов ДНК Армянского Нагорья и Древних Балкан. Об этом сообщает информационная аналитическая служба Национальной академии наук Республики Армения. Этот анализ показал, что армяне отличались от древнего и современного населения Балкан, опровергнув балканскую версию, которая считается одной из доминирующих теорий в исторографии происхождения армянского народа. Исследование направлено на восстановление генетической преемственности населения Армянского Нагоря, составление карты генофонда армян в сотрудничестве с университетами Кембриджа, Копенгагена, Тарту, а также Российской Федерации Академии Наук. Информация, доказывающая коренное происхождение армян с Армянского Нагоря, является ценным источником для арминоведов, занимающихся энтогенозом армян, происхождением и развитием армянской культуры и языка. София Копян, автор книги «Сосун. 100 лет сопротивления». В эфире программы «Спутник Армении. Артбокс». Тюрколог, журналист и следователь армян, проживающих в Турции, София Копян рассказала об армяно-турецких негосударственных отношениях, термине «Западная Армения» в мифах и стереотипах, укоренившихся в нашем обществе. После геноцида очень мало было сделано с точки зрения армянской истории. Мест проживания армян – различных направлений миграции, религии и национального самосознания. Языка и в этом плане предстоит проделать большую работу, сказала Копян. Следует отметить, что София Копян является автором книги «Сосун. 100 лет сопротивления», в которой рассказывается история сопротивления рабоязычных курдоязычных армян в горах «Сосуна», современного сопротивления, а также о современном «Сосуне». Представляем слова депутата Гегама Назаряна. «Люди счастливы, даже взволнованы, даже со слезами на глазах. И никто не спросил. Я знаю, вы скажете, что меня ничего не устраивает, я во всем вижу плохое, но вы ошибаетесь. Я радуюсь, когда победы реальны. Я был доволен нашими настоящими победами и очень хотел бы, чтобы мы всегда занимали последнее место в этом конкурсе. Только бы ребята были с нами, и Шуши был нашим. Копан и Горис не были под властью турок. Наивный скажет, не выиграли ли мы, если бы Шуши был нашим. Радуйтесь, продолжайтесь радоваться, мои наивные люди, включившие в механизм самоуничтожения. Значит, мои Абгар и Айказ, Давид и Геворг, Шираки Карен, Арам и Махитар мешали маленькой азербайджанской певице, чтобы обнять армянскую певицу. Мой наивный народ». Далее для вас армянская народная песня. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.